Уху, паучу, ту-ту-ту-ру-ту, ту-ту-ту-ту-ру-ту, бим-бим-бим, ту-ту-ру-ту, ту-ту-ту-ру-ту, па-па-па-па-па-пам, па-па-па-па-па-пам, тара-та-та-та-та-дам, всем привет ребята, меня зовут Компот и извиняюсь за такое вот небольшое выступление вначале, но просто у меня супер чудесное настроение сегодня, как мне кажется сегодня мой самый лучший день. И это не потому, что мой инвентарь забит деньгами, прямо сейчас я их всех потрачу, но на что потрачу? Еще неделю назад я заказал себе машину, самую настоящую алмазную машину, ребята, вы ее вот-вот увидите, потому что осталось мне пройти этот неблагополучный район и я уже дойду до автосалона. Да-да-да, именно туда я заказал свою машину, которую сегодня я приобрету, алмазная такая крутая, наконец-то я накопил на это денюжки, я так рад этому, вы просто не представляете и... Не слышь, паренек? О, о, да, здрасте, это вы мне? Что это, я вижу у тебя денюжка в руках? А, да нет, а что? Хочешь, я тебе ручку позолочу? А, да не-не-не, спасибо, я пошел, мне нужно торопиться. Не-не, погодите, погодите, как ваше настроение, как ваши дела? Эээ, я, я, наверное, все-таки пойду. Да не-не-не, подождите, подождите, я ведь не договорил. Да что вы от меня хотите, у меня... Э, стоп, стопэ, у меня... Где мои тристаки денег? Слушайте, а какие тристаки денег, может там... Где там? Там ничего нету. Э, э, я не понял, э, слышь, ты куда побежал? Ты куда ушел, я не понял, слышишь ты? Ты где? Ребята, у меня еще один стак украли. Меня только что обокрали, какого фига? У меня украли почти пол инвентаря денег. Ой, я дебил, нафиг я остановился. Еще я как растяпа смотрел на него, ребята. У меня незаметный инвентаря, кто-то, видимо, сзади подошел и вытащил. Они тут банды орудуют, козлы, вы где? Я вас всех сейчас тут найду. Капец, куда он мог убежать, ребята? Еще так быстро причем схватался. Так, не, я, наверное, не буду лазить по этому району, а то сейчас остатки еще украдут. Давайте быстрее из него уходить, капец. Я только сказал, что это самый лучший день в Майнкрафте, но, ребята, он постепенно становится самым худшим. Мне же теперь даже на машину не хватит, капец. Мне нужно было ровно 9 стаков денег, но теперь у меня только 5. Офигеть, вот я дурак, ну растяпа, ну ладно, погодите, может быть, я как-то смогу там договориться, не знаю, скидку попросить какую-то небольшую. Ладно, сейчас разберемся, благо я уже дошел до этого автосалона. Так, ладно, хорошо, заходим сюда, здравствуйте. О, здравствуйте, Роман Компот, верно? Да, 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 слушайте, у меня для вас новость не очень. А у меня для вас тоже новость не очень, позвольте, я начну первый. Так, какая новость? Дело в том, что ваша машина, которую мы сюда доставляли, ее, в общем-то, помяли. Как помяли? Алмазную машину мою? Да, ее помяли, да причем так, что ее не починить. Ё-моё, да как вы там ее помяли? А ее, когда везли досюда, она вывелась из фургона и упала прямо в воду. Чего? В смысле? Моя машина, за которой я сюда ехал? Да, но мы вам прислали замену, вон такую желтенькую машинку. Чего? Я вообще другую заказывал, я вообще другую хотел. Я понимаю, но все же это лучше, чем ничего. Да что ж, за невезение ты сегодня такой, я не понимаю. Там грабанули, тут с машиной помяли. Капец, ё-моё. И что, у меня теперь вот такая вот желтая машина, что ли, будет, а? Я всячески понимаю ваше недовольство, поэтому я вам сделаю большую скидку на эту машину и готов продать ее за два стака денег. Ой, вы сейчас серьезно? Ну, вы угораете, что ли, надо мной? Капец, я так хотел, я так ждал эту алмазную машину, а вы мне предлагаете вот это вот купить? Капец. Ну, давайте я попробую для начала катнуться, что ли? Так, сейчас проверим. Да, господи. Сейчас проверим. О, шикарно. Так, уселся. Давайте дверь за собой закрою. Сейчас про... Вау! 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 Что с ней не так? Что с ней? Тормозите, тормозите! Я не понимаю, как тормозить, ё-моё! Оно гонит! Чёрт! Вы зачем машину сломали? Ещё и здание поломали. Да я не хотел. Это у вас какая-то... Машина какая-то дебильная. Вы мне должны были прислать нормально, но прислали не пойми чё. Так, не надо, пожалуйста, наговаривать на нашу машину. С вас два стака денег. Да как? Я же... Я... Господи. Ладно, окей, хорошо. Я признаю. Да, я был за рулем. Держите. Только вот теперь вопрос. Как мне быть, ё-моё? Как мне ехать назад в деревню, если машины моей нету, ребята? Ну, на эту машину у меня денег не хватит. Не знаю, может эту купить? Это вроде неплохая. Да, вот согласен. Эта действительно неплохая. Продам её за пять денег. Чего? За пять денег? Вы сейчас серьёзно? Почему так дёшево? А, да... Просто скидка, да. Скидка мне? Я же... Я же ваш салон чуть не уничтожил и машину сломал. В общем-то, давайте пять денег и забирайте. Ну, ладно, хорошо. В принципе, без проблем. Вот, держите пять денежек. Всё, приятно вам доехать, если доедете. Ну, ладно, спасибо большое. Так, ну чё, ребята, давайте попробуем на ней проехаться. Ё-моё, капец. Сегодня реально какой-то странный и невезучий день. Так, давайте аккуратно. Мы сейчас с вами будем выезжать. Осторожно. Так, выезжаем. Шикарно. Главное, опять столбец не зацепить. Блин, какая-то она резвая и быстрая. Слушайте, прикольную машинку я купил. И давайте, поехали. Вау, ребята, она едет и не хило так едет. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Главное не ободрать. А то только купил машину, сразу же ободрать её. Ну, такой, если, слушайте, нормально едет. Хорошая покупка. Мне даже не так обидно, ребят, что меня сегодня обокрали и я уничтожил машину ещё, к тому же. Нормально, 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 нормальная покупка. Всё хорошо, ребята. Я больше особо-то и не расстраиваюсь. Эта машинка, в принципе, неплохая. Так, входим в поворот. Шикарно. И едем дальше. Воу, смотрите, тут мост какой-то непонятный. Погодите-ка, отдайте-ка я посмотрю. Вид такой красивый. Вау! Вы только взгляните. Какое красивое здание. Оно такое, знаете, в форме даже не знаю чего. В форме... Что? Что? Эй, какого фига? Житель, смотри, куда ты прёшь. Ой, извините, пожалуйста, я не успел затормозить. Не успел он затормозить? Что ты сделал? Я только что купил эту машину. Капец. Извините, пожалуйста, я не хотел. Жесть, и что теперь... Капец, ребята. Он мне конкретно её помял. Я не знаю, давайте как-то разбираться. Давайте как-то разбираться. Хорошо, будем вызывать тогда полицию. Так, ну, в общем-то, всё. Я всё понял, всё просмотрел, изучил. В принципе, рассказываю ситуацию. Да, житель действительно виновен на то, что он у вас врезался, и он получит штраф. Но, восстанавливать его и свою машину вы будете за свой счёт. Как? Почему? Это же он в меня въехал, нет? Да, но вы не имели права здесь останавливаться. Здесь нельзя останавливаться. Здесь нет ни парковки, ни специально отведённого для этого места. Капец! Да, поэтому как бы частично он виноват в аварии, частично вы. Как так? Извините, такой закон города жителей. Всего доброго. Офигеть денёчек, конечно. Я оценивал полонну где-то в 50 баксов. 50 баксов? Ладно, окей, хорошо. У меня тут как раз-таки есть деньги. Ох, капец. Ну, забирайте. Всё, всего доброго. Всё, ребята, надоело всё. Реально, я больше ни секунды в этом городе накатиться не хочу. Я хочу отсюда уже уехать поскорее. Реально, череда неудач каких-то. Серьёзно вам говорю. Обокрали. Машину не доставили. В мою машину врезались. Одну машину я уничтожил. А реально, в начале этого видео я думал, что это самый лучший день в Вайнкрафте. Но, ребята, к сожалению, нет. Ладно, я хотя бы надеюсь, что я на ней доеду до деревни жителей номер 13. Всё будет хорошо. Она, блин, какая-то ещё странная. Такая неуправляемая. Её всегда тянет влево. Чё-то мне кажется, теперь я понимаю, почему она стоила так дёшево. Всего лишь 5 денежек. Ладно, это странно. Максимально странно. Сейчас буду ехать назад в свой город. Жители, что с этой машиной не так? Максимально странный автомобиль. Ладно, едем. Я ем головы на завтрак, не думая о завтра. Блин, ребята, пока что еду. Пока что всё нормально. Довольно-таки прикольное тут место такая, скалистые. Воу, тут чё, извержение вулкана, что ли? Было или чё? А, ё-моё, нет, тихо. Тихо, лава, лава, чёрт, тихо. Ё-моё. Нет, моя машина! Капец, что за бред, что за тепилизм? Зачем я это сделал так быстрее? Водоём. Во, вода, вода. Срочно бегом, ребята. Капец, капец, прыгаем, прыгаем. О, шикарно. Что я наделал? Что я за балбес такой? Зачем я отвлёкся за рулём? Я просто вылетел за дорогу. Ну, капец, ну кто такие дороги-то строит вообще? Почему дорога на дереве стоит? А это что? Тут, видимо, вулкан когда-то извергался и всё, моей машины больше нет. Сегодня самый мой ужасный день. Реально, хуже, ребята, просто не было. Я утопил новую машину в лаве. Она про ещё так тупо, ещё так тупо. Я просто ехал, засмотрелся и всё. Меня понесло, ребята. Дебил. И чё мне теперь делать? Мне до деревни минимум километров 800 ещё. Как мне добраться до неё? Пешком? Да я сдохну, пока идти буду. Так, главное сейчас снова в лаве не сгореть. Капец, ещё благо я уцелел. Это ещё мне повезло. Ладно, прогуляюсь вдоль дороги. Не знаю, что мне это даст, ребята. Ну, пройдусь, чё. Ё-моё, ребята. Я докуда-то дошёл. Тут какой-то магазин. Я не знаю, может тут есть еда, вода, что-то типа этого. Здрасте, у вас есть еда, вода? Здравствуйте, нету, а что? Понятно. Всего доброго. А чё у вас есть-то, кстати? Мы магазин велосипедов. Велосипедов? Погодите. Блин, ребята. Ну, идея ехать на велосипеде 800 километров, конечно, сумасшедшая. Ну, а чё мне остаётся делать? Это лучше, чем пешком. Сколько велосипед стоит? Э-э-э, стак денег. Чего? Стак денег? Чё так дорого? Ну, просто сегодня такой день. Да ё-моё, ладно, пофиг уже. Реально, мне уже на всё пофиг. Я вот этот возьму. Отличный выбор, всего доброго. Спасибо, спасибо большое вам. Ох, ё-моё, так тихо сейчас. Развернуться бы ещё. Ё-моё, а чё он какой быстрый-то? А это такая модель. Господи, ужас какой. Ладно, хорошо, поехали. Так, ребята, вроде... Да ё-моё! Я реально уже ненавижу этот день, ребята. Это худший день, который был в моей жизни в Майнкрафте. Это просто трэш. Мне сейчас на велосипеде фиг пойми сколько ехать, а я уже хочу есть и пить, и всё хочу. Ладно, короче, всё. Нафиг я только поехал в этот город. Едем до деревни уже. Ё-моё. Всё, я уже не могу крутить педали. Но я почти приехал, ребята. Всё нормально. Вот моя деревня. Номер 13, наконец-то. Ох, встречайте меня, жители. О, чё? Чё там произошло? Я не понимаю. Опять жители чё-то натворили, пока меня не было. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то я... Наконец-то я... Дома. Это что? О, господин пожарный, а вот и хозяин дома. Что случилось с моим домом? Пока что неизвестно. Причина пожара устанавливается. Как устанавливается? Капец. Я ж всё выключил. Я ж всегда соблюдал технику пожарной безопасности. Что случилось с моим домом? О-фи-геть. Ребята, сегодня самый худший день в моей жизни. Хуже никогда не было. Мне кажется, реально дно уже максимально пробито просто. Компота, что случилось-то у тебя сегодня? Тебе по порядочку назвать, да? Всё случилось. От того, что меня грабанули, до того, что у меня дом сгорел. Капец, Компот, но сегодня, видимо, не твой день. Сегодня не то, что не мой день. Сегодня самый худший день для меня. Это реально самый худший день Компота. Всё, жители, никого не хочу видеть. Ничего не хочу. Просто пойду, не знаю, себе сейчас новый дом выкопаю. Прям вот здесь вот, в грёбанной яме. А чё, как вариант, ребята, такого неудачнику, как мне, только здесь и селиться. А чё, нормально, по-моему, место, шикарно. Сейчас вот так вот ещё двери себе тут небольшие обустрою. Во, вообще чудесно, и всё. Это моя территория. Странно, что это с Компотом. Видимо, у него реально был очень плохой день. Предлагаю его подбодрить. Что ж сегодня такое-то происходит, я не понимаю, ребят. Ну реально, грустно как-то, обидно. Ну хотя бы немного денег осталось. На эти деньги я могу максимум себе отель на несколько дней снять и... Компот, выйди, пожалуйста. Не выйду, это теперь мой новый дом. Компот, ну хорош, дорога, валять, выходи. А, жители, ну что, что такое? Что вы от меня хотите от неудачника? Ну, Компот, с чего ты взял, что ты неудачник? А чё сегодня за день такой непонятный? Сегодня реально самый худший день. Компот, да мы успели из твоего пожара спасти ноутбук твой, держи. О, ну спасибо большое вам, жители. Что бы я без вас сделал? Капец, прикиньте, сейчас захожу, ещё и канал будет удален. Это действительно будет самый худший день. И нет, канал целый, слава богу. Вот, Компот, видишь, тебя и подписчики лайками поддерживают. Поддерживают? Думаешь, сейчас посмотрю. Блин, ну как-то, если честно, мало лайков. Но ладно, это не так важно. А что для тебя важно, Компот? Да я фиг его знаю. Сегодня просто, в принципе, невезучий день. Всё, что я на сегодня запланировал, обернулось самым худшим раскладом. Компот, да не расстраивайся. Давай просто посмотрим на твои проблемы с другой стороны. Прикинь, ты реально вот заказал себе машину, и пока шёл, тебя грабанули. Какое-то кино прям. Да, капец, реально, жители, бред какой-то. Я там ещё недорассказал историю, как мне машину вообще не ту привезли в автосалон, и я её вообще угробил. Чё, реально, что ли? Давай рассказывай скорее. Дом вверх, дом какой-то. Мало того, что тебя ограбили, машину не ту привезли. Так ты её ещё и угробил. Реально, жители, бред какой-то, серьёзно. Давай, капот, сейчас расскажешь нам всю историю. Погнали чай с тортом пить. О, жители, благодарю, спасибо большое. Ну чё, приглашаю вас в свой новый дом на чаепитие. Ха-ха-ха, это твой новый дом, чё за бред? Да, жители, самому смешно. Бред реально какой-то, сегодня самый худший день в моей жизни. Нет, капот, как бы это странно ни звучало, но самый худший день, скорее всего, ещё впереди. Ну да, возможно, жизнь-то она длинная. Да, капот, не отчаивайся, всё плохое когда-нибудь кончается. Да, да, правда, не отчаивайся, у меня дом нафиг сгорел, машина разрушилась, все деньги потратил в никуда. Вернулся домой на велосипеде. Ха-ха-ха. Чё, прям на велике? Да, на велике, вон там стоит, могу потом дать покататься. Вообще, полный угар. Капец, жители, у меня уже просто даже сил нету смеяться над этой ситуацией. Ребята, если у вас сегодня самый худший день, или вот он был на днях, или вы боитесь, что он когда-то случится, то просто вспомните меня, насколько я сегодня был неудачником. Реально, мне кажется, я не удивлюсь, если на меня сейчас рояль упадёт. Ну или наковальня и расплющит меня. Ох, ребят, ладно, с вами я прощаюсь. Просто сил уже реально моих нет. Мне ещё дом восстанавливать. Короче, полный трэш. Всем удачно, спасибо, всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok